Хантите людей оттуда. Если я называю, наверное, самым главным хэдхантером компании. Если будет выбор, с кем работать, кто у вас будет починение, мужчина или женщина? Я не воспринимаю мужчину. Дети живут в производственном распорядке? Вообще демократично очень воспитываем детей. Усидит. Усидит. Вашу помощь рассчитывать он не может, если он решит стать пиратом? Нет, нет, принципиально. Давайте проверим, вы корпоративный рейдер? У меня написано конкретно, что у кого я хочу забрать, вот и все. Проект «Биг Мани» Марина Авдеева «Арсенал страхования». Сегодня такой женский день, бизнес-концентрат. Только что была Лера Бородина в проекте. С представителями страхового бизнеса мы еще не общались. Сегодня Василий Хмельницкий рассказал хорошую историю про страхование. О том, что горел склад. Конечно, мы страховали его. И вы тоже страховали. Когда у него горела биофарма, он встретил через какое-то время Антонова Виталия. И тот спросил у него, как дела. Он ответил, что у меня две новости, хорошая и плохая. Первый сгорел склад, второй он был застрахован. На что Антонов ответил, у меня только плохая, потому что твой склад был застрахован у меня. Вы нервничаете, когда что-нибудь горит, то, что застраховано у вас? Нет, ну конечно, естественно, приятнее, когда оно не горит. Всегда приятно. Или застрахована не у вас. Но дело в том, что на сегодняшний момент наша компания настолько велика, что любой такой громкий убыток, который происходит на любом промышленном предприятии или где бы то ни было еще, с высокой вероятностью там есть наша доля. Мы делаем для наших клиентов усе. Геть усе. Именно поэтому они вдячут нам доверие и признание. Поэтому точно так же, как на биофарме, это было сострахование трех компаний, в том числе там была доля арсенала. Мы выплатили не так много, мы выплатили 8,5 миллиона. Всего убыток от джастера оценили в 116. Это один из самых больших убытков за последние годы в страховании. Вы страхуете свои риски где-то на Западе? Обязательно, конечно. Это необходимая процедура? Это часть репутации бренда. То есть перестрахование хорошее у западного перестраховщика получить очень тяжело. И мы когда заходили на рынок, мы заходили в компанию, никто не знал, нам было очень тяжело это сделать. Это была одна из самых наших больших основных задач и самый главный вызов. И мы получили перестрахование в крупнейшей международной перестраховочной компании. Как удается выключать предпринимателя, когда возвращаетесь домой? Не выключаю. То есть дети живут в производственном распорядке? Дети смотрят big money, живут в производственном распорядке. Все воспитываются в духе будущих предпринимателей. А, например, карманные деньги у них какие? Как у вас этот вопрос решен? Зарабатывают ли они на чем-то? Есть ли у них материальное бонусирование за успехи? Материальное бонусирование есть. То есть есть за какие-то определенные успехи, четко оговоренная сумма, которую они получат. Это единственное, что есть. Есть карманные деньги. Ну, у младшего, ему 8 лет, у него есть карманные деньги на всякие покупки в школе и так далее. Вообще демократично очень воспитываем детей. То есть нет. Моя самая главная задача, это не вырастить из них мажоров. Поэтому они должны видеть реально. Это прямо важная фраза. А кем вы их видите, если, допустим, вы хотите видеть предпринимателями, например, захотят быть музыкантами? Музыкантами точно не захотят. Писателем. Буду, наверное, пытаться рассказать. Потому что, знаете, очень много людей сейчас приходит даже вот... Вообще мы очень такая компания, куда люди хотят прийти работать. То есть как-то так удалось создать имидж предпочитаемого работодателя на страховом рынке. Мне очень часто там пишут в Facebook, приходят. Я всех принимаю, я со всеми общаюсь сама. И очень много людей говорят, хочу работать для удовольствия. Вот увидел вас, что у вас можно действительно проявить себя. Что вы воспитываете вот такую вот идейность в своем персонале. Потому что я вот творческий человек. И на творчестве заработать не смог. То есть очень много слышу вот таких вот фраз. Поэтому... А вы же тоже творческий человек? Вы пишете такие лонгриды в Facebook, которые я, например, со всеми читаю, ставлю лайк. Я просто очень много читала. То есть человек много прочитавший не может писать плохо, так? Не может, совершенно. Вот точно так же он не может быть плохим спикером. И вообще это основное качество и компетенция, я бы даже сказала, лидера. То есть лидер должен быть великолепным рассказчиком. Он должен отлично рассказывать истории. Вот. Поэтому, ну, конечно, возвращаясь к детям. Конечно же, буду, наверное, пытаться рассказать о том, что, ну, надо, наверное, все-таки иметь, что-то, иметь вот это, иметь какой-то свой бизнес для того, чтобы зарабатывать. Потому что, если это будет творческий бизнес, ради Бога. А если творческий не зарабатывает или без гарантии зарабатывает? Ну, на что ты будешь, ну, практический вопрос, а на что ты будешь жить? Ну, вы сейчас разговариваете со мной, как со своим ребенком. Правильно? Я так и слышал. Ну, то есть вы зададите ему такой вопрос? Конечно, естественно. А если он скажет, для меня деньги не важны? Ну, если для него деньги не важны, так пусть идут. Пусть идет. Пусть идет куда? Туда, куда я подумал? Пусть идет туда, куда он хочет, я считаю, но я думаю, что, во-первых, это не случится. То есть на вашу помощь рассчитывать он не может, если он решит стать писателем? Нет, принципиально. Принципиально нет? Нет. Это позиция. Ответ принят. Я являюсь вашим подписчиком на фейсбуке и недавно видел у вас классный пост о том, что вы сражаетесь в рынке с большими международными компаниями. И являясь региональной, стали номером три в стране. Да, так и есть. Каким образом те люди, которые нас смотрят, поясните им, пожалуйста, каким образом небольшая региональная компания сражается за рынок с огромными монстрами? Что-то знаете? Есть рецепт, алгоритм, тайна, волшебный ингредиент? Абсолютно всем рассказываем историю своего успеха, потому что этот вопрос звучит очень часто. Это уникальное явление на рынке. И нами интересовались не только украинские предприниматели и коллеги по бизнесу. Нами интересовались многие иностранные компании, которые хотели, очень много к нам хотят зайти в качестве инвесторов. Мы получаем бесконечное количество предложений, очень хороших. У вас нет, кроме вас, инвесторов? Нет, у нас нет кроме. Акционерный состав не изменился с момента начала регистрации бизнеса, деятельности бизнеса? Расскажу эту историю. Можно с момента нашего появления в этой компании как акционеров? Нет, изменений не было. То есть мы единственные акционеры. Вы не с начала компании акционеры? Мы не с начала, потому что для того, чтобы зайти в страховой бизнес, это не открыть ресторан, это не открыть магазин. Это серьезные инвестиции. Для того, чтобы, например, сейчас зайти в страховой бизнес, есть смысл заходить только, когда ты собираешься бороться за топ-5. Топ-5 в регионе, правильно? Нет, в стране. В стране? То есть в стране, да. Потому что если ты заходишь на какие-то другие позиции, ты ничего не заработаешь. Страхование – это обороты. Очень низкая маржинальность бизнеса, большие обороты, и тогда у тебя есть возможность заработать. Кое-что ваш бизнес мне напоминает. Да. Так, вы не с начала бизнеса, у вас есть какие-то денежные средства, вы их инвестируете, заходите в Арсенал Страхования? Мы зашли, да, в 2012 году в компанию Арсенала Страхования к нашему, ну сейчас уже партнеру, он был единственный владелец. Никому не известная компания входила в конце, в конце двадцатки была. Что это? Интуиция, удача, поясните, как делается инвестиция? Это была дружба. Рокфеллер сказал, лучше дружба, рожденная из бизнеса, чем бизнес, рожденный из дружбы. Это работает, инвестировать друзей? Вы знаете, это работает, это не такая уж близкая была дружба. Мы были все выходцы из одной украинской страховой компании, она называлась Веска. Ну вы должны, мы с вами земляки, вы должны знать этот бренд. Это был локальный запорожский бренд. И в 2005 году мы участвовали в продаже, как топ-менеджеры, не как собственники. Мы помогали нашему акционеру основному продать его бизнес. Бизнес Веска, мы продали Акси. Компетенция оттуда? Компетенция оттуда. То есть вы научились работать, ваш собственник продал компанию, после этого вы за пределами этой компании инвестируете средства, создаете свое. Мы автоматически оказались, еще был один период нашего пути, мы автоматически оказались, продав Веска, в иностранной компании. То есть мы оказались топ-менеджерами уже иностранной компании в Украине. Получили понимание процеду, бюрократии. Вы знаете сейчас все? Мы знаем все. Вы знаете, как те, которые вас обгоняют в первое, второе место? Мы там работали вчера, конечно. Вы все понимаете? Мы все понимаем. То есть это плюс? Это огромнейший плюс. А вы рекомендуете, например, тем людям, которые смотрят, потратить пару лет не на MBA, а поработать в том бизнесе, в который планируешь инвестировать, в большой международной компании? Ну, смотря в каком бизнесе. В нашем бизнесе, если ты собираешься бороться с иностранцами, конечно, ты должен знать их философию. Потому что без этого ты их не обгонишь. Именно благодаря этому, зная их стратегию, их цели, мы это и сделали. Мы это сделали в очень короткий срок. А вы все время говорите «мы». Вы себя называете «намы»? Нет. Я говорю сейчас от лица себя и своих партнеров. Нас четверо. Четверо основных партнеров, мажоритарных акционеров. То есть вы втроем зашли к единственному акционеру? Один из акционеров ваших партнеров – ваш муж? Да. Первый миллион. Вы же миллионер? Да. Как вы его заработали? Я чуть-чуть. Первый миллион. Ну, первый миллион интересно заработали. То есть заработали не как предприниматели. Точнее, не совсем как предприниматели. Это было в момент продажи нашей компании «Веско». Акционер, который владел «Веско», поделился. То есть отдал деньги, выполнил все свои вещи. Это был бонус при продаже? Это был бонус за то, что… Был при продаже? Да, да. Он, скажем так, мы пришли к тому, что компанию украинскую нужно продать. Это был пик в тот момент захода иностранцев на рынок. Шестой-седьмой год. Шестой-седьмой год. Вы помните? Поймали пик, сделали правильную продажу. Продали. Вышли. Сколько получили? Сколько получили? Ну, сколько? Миллионов долларов? Миллионов долларов. Миллион долларов на двоих или каждый по миллиону? Нет, получили, да. Это те деньги, которые были потом инвестированы в… Это те деньги, которые… Одна была безумная трата, ну, правда, потом я купила… Ну, я не смогла просто сдержаться. Так, говорите. Ну, купила себе автомобиль, на котором… Какой? Мазер. Как можно купить мазер на первый миллион? Ну, это же такой попсак. Ну, мне было 20… Сколько? 7 или сколько? Вы в Запорожье в то время жили? Я… Да, я жила в Запорожье, но я не тогда купила. Я купила уже потом позже, вот в 2012 году, когда… Я таким образом отметила свой другой решительный шаг – уход в собственный бизнес. Ну, хорошо. Но мне нужно было себя чем-то вознаграждать. Принимается. Хорошо, идете длинный путь. Он достаточно энергозатратен, тяжело, профессиональные деформации, сложности. Потом в какой-то момент… Как вы почувствовали, что вы миллионер? Что? СМС пришел, сообщили, вот деньги, когда пришли на счет. Что вы сделали? Что откупырили бутылку самого дорогого шампанского? Что? Как это происходило? Ну, во-первых, это не происходит неожиданно в любом случае, потому что это цель. То есть мы же его получили, и мы относимся к тем людям, которые имели четкую цель – заработать деньги. Я когда пришла в страхование, я пришла очень рано, и я пришла по одной простой причине. Я смотрела вокруг, и я понимала, что мне вот эта картинка, она мне не нравится. Я хочу жить по-другому, я хочу… Ну, банальная фраза – я хочу свободы, да, потому что деньги… Миллион эту свободу дает? Нет, миллион – это свобода. Он дает сначала пути к этой свободе. Эмоция в момент получения миллиона. Что? Круто. Вы бежали, радовались, кричали, звонили. Я миллионер. Ну, конечно, выпили шампанского, естественно. Вот. Потом это был такой момент, когда, вы знаете, мы продали компанию, и оказались сотрудниками аксы. То есть, и это произошло… Вот нам просто позвонил акционер и сказал, все, деньги зашли. И в этот момент мы поняли, что… Вот это и был тот момент, и мы поняли, что мы стали миллионерами. То есть, мы заработали… Мы те мальчики и девочки… Девочка одна. Которые заработали на своем интеллектуальном капитале. Мы капитализировали свои мозги. Круто. Как работает с семьей в одном офисе? Это, на самом деле, для многих такой очень серьезный вопрос. Потому что, ну, тут нужно иметь высокий интеллект и высокий конструктив для того, чтобы увидеть одного человека и вечером, и в течение дня. Вы знаете, компания очень большая. Сейчас у нас работает порядка тысячи человек. Мы имеем представительство во всех областных центрах по Украине. Тысячи человек? Да. Во всех областных центрах. И страхование – это бизнес с таким очень серьезным операционным ядром. То есть, у нас не только продажи. Мы затронули с вами, как мы стали лидерами. Мы стали лидерами в большей степени благодаря технологиям в продажах, которые мы применяли. Но страхование, в первую очередь, это операционное ядро. Это андеррайтинг, это расчет тарифа, тарификация. Самое главное – это оценка степени риска. Это оценка вероятности заступления от страхового события. То есть, это то, на чем держится, по сути, наша себестоимость. Это перестрахование, о котором мы говорили. Это урегулирование убытков. Это огромнейшие вертикали бизнеса. Поэтому мы, работая сейчас вместе, мы распределили управление по вертикали между акционерами. У нас в компании есть уникальная ситуация. У нас нет наемных топ-менеджеров вообще. Переведите. Ну, у нас нет ни одного. У вас все партнеры? Нет, мы четверо. У нас нет… Мы в бизнесе. А, вы сами руководите? Мы сами руководим. Мы операционные бизнесмены. А конфликты, например? Как делите полномочия? Ругаемся страшно. Страшно? Да, ругаемся страшно. На повышенных говорите? С ненормативной лексикой на повышенных… То есть, такая красивая, эффектная женщина, как вы, использует на работе ненормативную лексику? Ну, иногда бывает. А какие слова, например, вы произносите? Это YouTube, это не центральный телеканал, вы можете сказать. Просто в вашем исполнении это будет выглядеть очень элегантно. Не, ну, если вы потом вырежете, я вам могу рассказать историю с ненормативной лексикой, как я не могла ответить на вопрос, например. Ну, знаете, есть такой очень часто задаваемый интересный вопрос, когда люди говорят, а что вы такое вот сделали, чего не могут сделать ваши конкуренты? Вот почему вы это сделали, а почему ваши конкуренты не смогли? Они могут вообще повторить? Я думала, что ответить, и я ответила так. Вы знаете, теоретически да, но практически нет. Последовал вопрос, почему? Ну, вы знаете, другого ответа, кроме как долб*** у меня не было. Могут не понимать. У вас же на Facebook прочитал классную штуку, выполнил план «Посылай всех». Да. А не выполнил план «Сам иди нах**». И, то есть, эта штука, она, как вы думаете, это шкорный вопрос, она мотивирует? Это часть вашей мотивации? Конечно, естественно, безусловно. Это драйвит людей, то есть, это наша ментальность. Это живой язык общения, потому что, ну, вы его никуда не выкинете, да, потому что мы поработали, допустим, вот пять лет, да, в иностранной компании. Это очень зарегулированная структура. Скучная. Скучная. Там, где лидер, CEO, это формальный лидер, он не мотиватор, он не вдохновитель. То есть, крылья они не дают? Не дают абсолютно. А вы своим тысячам человеком дали крылья? Конечно, да. В том числе и нормативной лексикой? Меньше себе. Напомню, я мажоритарный акционер компании «Арсенал страхования». У меня есть еще партнеры, которые также вместе со мной. Молодые, стильные, сучасные, успешные, та впевненные у соби подкорювачи великих мест. У нас уникальная для украинского бизнеса организационная структура. Мы все управляем самостоятельно, без привлечения. У нас нет вообще наемного борда. То есть, все правление полностью представлено акционерами. То есть, мы управляющие акционеры с партнерами. Собрались мы все в этой компании в 2012 году. Основал ее мой партнер намного раньше, в 2005. В 2012 году мы присоединились уже с ребятами и начали развивать небольшую совершенно компанию на тот момент, которая занимала достаточно скромные позиции в рейтинге. И, по сути, нам достаточно было 5 лет для того, чтобы вывести эту компанию в лидеры, вывести ее в топ-3. И есть такая книга Стивена Спира, называется «Надогнать зайца». Я могу сказать, что, в общем-то, наверное, это практически о нас. Это книга о том, как любая, абсолютно любая небольшая локальная компания может обогнать монстра. А вакансии какие у вас в компании? Любые. Нет списка вакансий. Никогда. Мы никогда не убираем вакансии. Даже если нашли людей, мы всегда ищем непрерывный поиск. То есть, люди, которые смотрят наше замечательное интервью, вы их ждете? Конечно. Какие зарплаты? Удивите сейчас всех своей щедростью. Зарплаты от заработка. Потому что, кого мы ищем? То есть, мы ищем людей, которые будут участвовать в бизнес-результате. Если ты не приносишь бизнес-результат, то у тебя маленькая зарплата. Ну, есть такое правило Паретта, вы, наверное, знаете, да? Я знаю, просто забегая наперед, будут смотреть сотрудники эту программу. Все смотрят, всем нравится. А когда ваши сотрудники будут смотреть, кстати, извините, перебью вашу программу, они будут говорить, вот она не такая, как в офисе? Нет. Вы такая же? Я такая же. То есть, игры нет сейчас? Ну, по-моему, я такая в фейсбуке. Я такая, как в офисе и в жизни. В фейсбуке вы немножко романтичнее. Тут вы жестко меня все время возвращаете к вопросам. Даже иногда, когда меня уносит, поддавшись вашему очарованию, вы меня жестко возвращаете обратно. Вы такая же в офисе? Да. В фейсбуке вы немножко другая. Немножко другая, да. Ну, учитывая длинные, литературные, красивые такие произведения или зарисовки, то там немножко... Ну, мы же о бизнесе, а вы сейчас о литературе. Услышал. Так, и смотрят ваши сотрудники. Да. Поэтому, знаете, есть такой нюанс. Вот правило Паретта 80, никто не отменял в бизнесе, да? То есть 80%, точнее 20% сотрудников дает 80% результата. Проблема одна. Вот те 80%, которые дают всего лишь 20%, они не знают, что они входят в 80%, они думают, что они входят в 20%. Так, это синдром ложной уникальности называется. А в 20-ти, интересно, тоже работает правило Паретта? Там тоже среди 20-ти 80 и 20. Да. И во всех остальных делениях 80 и 20. Поразительно, но факт, именно так. Поэтому вот те 20, это я знаю точно, что они зарабатывают больше, чем по рынку в среднем. Даже не в среднем, они зарабатывают раза в два. То есть конкурент у меня их никогда не заберет. Никогда не заберет. Если у меня человек ушел и говорит о том, что вот, мне мало оплатили, чушь, развод. Почему? Потому что я никогда в жизни не отпущу человека, который приносил мне... Отличная фраза, вынесем это обязательно в анонс и в самый главный бизнес-вывод. У вас два конкурента, назовите их. Это Акса, это как раз та компания, откуда мы выходили. Где вы работали? Кто у них акционер? Французская страховая группа Акса групп. Французы и вторые кто? И вторые это Умника, это австрийцы. Австрийцы? Да, это компания аффилированная с Трайф Вайзенбанком. Скажите, ненавидеть своих конкурентов не стыдно? Нормально. То есть вы принимаете такую модель? Это естественно. Естественно, да? Не нужно этого стесняться. Мы в жизни прекрасно с ними общаемся. Но мы боремся просто... Я не знаю, мне кажется, вокруг нас кровь летит и клочья... Хантите людей оттуда. Вы знаете, у нас такая была история. Мы всех захантили, когда мы переходили. Потому что когда у нас... Что такое страховая компания? Это нематериальный актив. То есть вы... Самое главное, что вы имеете, это ваша команда. И когда мы переходили в 2012 году, мы сделали такое, скажем... Знаете, это было решение, когда неформатные ребята, которые являлись в душе предпринимателями, они все-таки отказались идти чужой дорогой и пошли своей. Это были мы. И нас обвинили во внутрикорпоративном рейдерстве. Это была очень такая громкая история. Нас обвинили в краже базы и так далее и тому подобное. Это описывалось у вас в комментариях в фейсбуке. Я готовился к интервью. Читал длинный список каких-то комментариев, лента в ленте. И там где-то внизу вам задали вопрос, но вы на него не ответили. Вас обозвали рейдером. Или сделали вам комплимент? Да, корпоративный рейдер. Вы корпоративный рейдер? Ну, я так не считаю, потому что что мы сделали? Мы забрали тех клиентов и те свои контакты. Мы капитализировали эти контакты для себя. Но вы же наработали их внутри большой международной компании. А до этого мы их наработали в Веско. А если кто-то из ваших людей сейчас наработал контакт и уйдет с ними? Без проблем. Спокойно. Мы воспитываем в компании. У нас таких людей много. То есть наша основная... Что такое арсенал сегодня? Арсенал это площадка для... Это не просто компания. Это площадка для реализации амбиций и идей. И когда мы приглашаем людей на работу, то есть что я делаю в большей степени, если я называю, наверное, самым главным хэдхантером компании, то есть главная моя задача это найти вот этих людей, которых будет драйвить от того, что они делают. Это называется культура внутреннего предпринимательства, да? Конечно, да. У вас все тысячи человек предпринимателей? Нет, ключевые люди. Но ключевых людей достаточно много. У них разные уровни. То есть, например, есть региональный уровень, есть региональные директора. Они абсолютно все в 100% случаи предприниматели. Женщины, мужчины. Какое за отношение? Мужчин больше. Среди продавцов и среди организаторов продаж. Вам легко работается с мужчинами, когда вы их руководите? Ваш ответ... Точнее, ваш вопрос был, легко ли мне работать с мужем. Я вернусь в ответе на этот вопрос, к этому вопросу. Мы иногда с ним видимся на работе. Он же не ваш подчиненный. А я как раз спросил, есть ли у вас в подчинении мужчины. С ними легче, чем с женщинами? Не могу сказать, что с ними легче. Одинаково. Но мне мужчины более понятные, потому что, наверное, у меня... У меня, у самой, я не типичная женщина. У меня очень большая ориентация, очень острая ориентация на результат. И поэтому... Это мужское качество? Это мужское качество, да. У женщин, в большей степени, вот с ними нужно помягче общаться. Если будет выбор, с кем работать, кто у вас будет подчинение, мужчина или женщина, при равных условиях, кого выберете? Смотря на какую вертикаль. То есть вертикаль продаж и тоже в зависимости от того, какая линия бизнеса. У нас есть, допустим, линия бизнеса. Мы являемся одной из предпочитаемых компаний по медицинскому страхованию. Женщины-врачи. То есть в основном врачи – это женщины. У нас есть прекрасный руководитель, она женщина. Что касается, допустим, юридического департамента, там женщина. И этих людей, я не воспринимаю там мужчину. То есть это в любом случае для меня это женские позиции. А продажи все-таки в большей степени мужчины. Как с математикой? Математические модели существуют. Я правильно понимаю, что страхование – это чистая математика? Чистая математика. Очень жесткая математическая модель. Вы к нам приезжаете, допустим, на, я не знаю, какой у вас автомобиль, но если вы к нам приедете его страховать, мы посмотрим на этот автомобиль, мы будем знать с вероятностью до второго знака после запятой, сколько раз он у вас попадет, что с ним может случиться. То есть попадет ли он в выборку угоняемых, попадет ли он в выборку, попадающих в крупные ДТП и так далее. А если, например, вы не знаете, часто ли я езжу за рулем, то как вы это определите? А мы вас спросим? А если я отвечу не то, что вы ожидаете? Или обману вас? Например, целый пласт существовал людей, если вы помните наши ребята, которые переехали в Груклин, помните, там 3-4 года, они с удовольствием и с особым цинизмом обманывали местные страховые компании. Есть такое. Есть такое и в Украине сейчас тоже. Вы попадете просто в определенную выборку. Выборка, это же не значит, что именно с вашим автомобилем. А у вас есть шаблоны? Конечно. То есть вы ко мне примените шаблоны? Ну, конечно, математическая модель. А это касается только машин? Нет, всего. Любого страхования? Любого страхования. Хорошо, а если чистая математика, математика достаточно скучная наука, если маржа низкая, оборот большой, у вас тысячу человек, вы реализованы, оптимизированы, одно неверное движение, и ты банкрот. Перефразируя Жванецкого, одно неверное движение, и ты отец. То объясните, за счет чего вы собираетесь побеждать своих конкурентов? Опять-таки математическая модель. Вы же не говорили, что мы... Вы что, считаете лучше французов и австрийцев? Почему? Нет, начнем с того, что то, в чем мы, безусловно, выигрываем перед французами и австрийцами, это не наше операционное ведро. И вообще продукт, сервис, это уже не конкурентное преимущество давно, это входной билет на рынок. То есть это must have, ты должен это иметь. Они не могут предложить ничего лучше, чем можем дать мы. И то же самое с нами. То есть вы видите себя лидером через какое-то количество времени, так? Я просто вижу, это 100% будет, можете зафиксировать. Мы будем компанией номер один. Тогда скажите, пожалуйста, когда это произойдет? Через три года. Три года? Да, три года мы компанией номер один. Конечно. И после этого планируете продавать ее? Я думаю, что... Ну, я не буду говорить, что мы не продаем компанию. Любой бизнес продается. Любой бизнес продается. Но мы сейчас получаем уже предложение с... Я говорила о том, что к нам хотят зайти инвесторы, в том числе иностранные инвесторы. Украинских бизнесменов, которые хотят зайти в бизнес, их просто очень много. То есть непрофильных вообще. Почему не берете? Не берем, потому что, во-первых, мы можем сейчас, если нам нужен капитал, мы можем обойтись, привлечь, допустим, заемный капитал за деньги и вернуть без привлечения в долю. Это раз. А второе, что касается, допустим, продажи бизнеса, то и, скажем, зарабатывание на этом деньги. Никто не даст столько, сколько мы хотим за эту компанию сейчас. А мы знаем, что мы хотим, исходя из будущей стоимости. То есть вы точно уверены, что через три года? Через три года она будет дана. А если дадут то, что через три года, но не дадут, но предположим, продадите. С премией за лидерство. Правильно, понимаешь? А сколько вы хотите за свою компанию через три года? Через три года? Да, у вас же есть цифра в голове. 150 миллионов долларов. У вас там 25 процентов. Ну, чуть больше, да. Чуть больше. То есть реально через три года вы получите на руки 30-40 миллионов долларов. Правильно? Ну, например, да. Как планируете с ними разбираться дальше? Ну, я начну с того, что это всего лишь маленькая вероятность, что мы получим, потому что, скорее всего, что мы будем дальше развивать компанию. Нас драйвит от этого. Не факт, конечно, не факт. А, возможно, вы продадите и уйдете опять в страховой бизнес. Нет? Такое возможно? Конечно, конечно. Конечно, уйдем. Конечно, уйдем. Конечно, уйдем. Если продадите или когда продадите, точно. Да, конечно, уйдем. Мы на пенсию не собираемся. Когда получите свои предполагаемые 35-40 миллионов, люди, которые смотрят, нуждаются в инвестициях. Предположительно, куда будете инвестировать? Какими им нужно быть, чтобы получить ваши деньги в свой бизнес? Идейными вдохновителями. Потому что, ну, каждый ориентируется на себя, да. То есть, хорошую фразу сегодня вы сказали, я ее себе записала. Вот. Хотела запустить на Фейсбуке, но мне не хватило фото. Так, сейчас мы его сделаем. Да, запущу обязательно. Бизнес-план – это все профанация. То есть, в бизнес-плане можно в стратегии, в бизнес-плане, в других корпоративных документах можно написать массу красивых вещей, которые мучат на МБА. В итоге они не начнут работать. Поэтому, чтобы начало работать это все, лидер должен иметь визию. Визия – это мечта. Поэтому, и еще такая фраза, мне нравится эта фраза из, если я не ошибаюсь, украду ее из Атланта, справил плеч. Я знаю, что вам также нравится это произведение, да, своей философии объективизма. Потому что… Даже я бы сказал, визией, наверное, это такой манифест предпринимателей всего мира. Да. Чем выше разум, тем больше масштаб. Поэтому для меня важен масштаб личности. Во всех отношениях. Я себя давно уже оградила, я принципиально не хочу иметь дело ни в личной своей жизни, ни в профессиональной жизни, с личностями, у которых мелкий масштаб. То есть выходите из деградирующих отношений. Да, 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 совершенно верно. Время – самый невосполнимый ресурс. Учись у людей, мотивируйся у людей, потому что кто вдохновляет? Ты или ты сам для себя вдохновитель, но очень часто это ты как бы перегораешь, да? Или ты должен вдохновляться, общаясь с сильными людьми, с сильными, достойными людьми? Ну, это у нас есть такая традиция в офисе, да? Мы очень любим своих сотрудников. Мы действительно стараемся найти лучших ребят на этом рынке, которые будут… Самая главная их задача, любого человека в этом офисе, самая главная задача – это делать клиента счастливым. И мы как собственники, как акционеры, мы тоже вовлечены в этот процесс. Вот, я очень часто иду по офису, и я общаюсь, я останавливаю совершенно незнакомых мне людей и спрашиваю о том, что они… Они пришли покупать страховой продукт какой-то, или они пришли по вопросу урегулирования убытков. И вот такой вот экспресс, скажем, срез я очень часто делаю сама. Здесь у нас фонд таблеточки поставил вот такую вот штуковину, и все, кто хочет, могут сюда пожертвовать что-то деткам для борьбы с болезнями. Вот, и наши сотрудники… У нас есть такая традиция, то есть если ты опоздал, то компания не берет штраф, а просит какой-то посильный вклад вместо этого штрафа внести. Поэтому сотрудники это знают, но они, конечно же, стараются не опаздывать. Но я хочу сказать, что даже те, которые приходят вовремя, они, тем не менее, делают это под дурой волей, не потому что они опоздали, а потому что они хотят помочь. Поэтому мы очень социально ориентированная компания и стараемся быть полезными не только в нашем бизнесе, но и обществу. Как математик математику, какие параметры, KPI, метрики, контролируйте каждый день лично вы? Я смотрю всегда на обороты. Почему? Я объяснила, почему. Потому что обороты – это залог нашего чистого дохода. Чем больше оборотов, тем больше чистый доход. Я смотрю на показатель выплат. Сейчас мы выплачиваем в неделю, в месяц мы выплачиваем порядка 2,5 миллионов долларов нашим клиентам. Это именно страховые выплаты. В месяц? В месяц. 2,5 миллиона? 2,5 миллиона долларов. Собираем где-то порядка 6-7 миллионов долларов. Плюс у нас есть косты. То есть в месяц вы собрали 6, минус косты – 2,5 выплаты. Да, только это вы считаете, так нельзя считать, это костовый минус. Ну мне так хочется. Вы понимаете, зачем я сейчас считаю? Потому что очень хочется вас поймать. Давайте проверим, кто лучше математик. В конце концов, собственно говоря, продавец водки или продавец страховых услуг. Мы с вами вместе продаем счастье для людей, правильно? Вы их страхуете, они спокойны, а я делаю немножко счастливыми, но на небольшой промежуток времени. Так вот, 6 миллионов продали, 2,5 миллиона выплатили. Костов сколько в месяц? Костов где-то примерно 40%. От 6 миллионов или от 2,5? От 6. От 6 это приблизительно 2,2 миллиона. Но вы хотите, если на маржинальность выйти, то... Нет, я хочу понять, сколько вы зарабатываете. Я вам скажу и так. Давайте. У нас маржинальность небольшая, до 5%. А если она до 5%, то исходя из того, что я посчитал, вы не можете стоить 150 миллионов через 3 года? Через 3 года, во-первых, мы ее увеличим очень сильно. Каким мультипликатором будете продаваться? От прибыли или от чего? От EBIT-ы. 5. 5? Это вы немножко ошиблись. У вас не получается тогда... Модель, давайте возвращаться. 6, 2,5 выплатили, 40% костов. У вас 5% чистая маржинальность. Если 5% умножить на 12, а 12 умножить на 5, то и близко не получается этой цифры. Но у нас будут совершенно другие... С чем они будут связаны? Другая маржинальность будет. Другая маржинальность будет. География, в которой вы работаете, которая для вас является базовой, это то, о чем я вас, кстати, предупреждал, что передача будет все спокойное, за исключением математики, не предполагает роста. Каким образом вы хотите 150 миллионов долларов, если то, что вы сказали, при поверхностном подсчете получается приблизительно сумма в три раза меньше? Нет, Евгений, у нас задача и стратегия четко определена. Я вам могу рассказать. То есть, что мы хотим? Сейчас происходит на страховом рынке, да, рынок не растет. Сам рынок, да? Так, более того, он уменьшается. Нет, он не уменьшается, он не растет. Фиксирован. Фиксирован. Да. Происходит концентрация игроков. То есть, сейчас в компании... Укропнение. Укропнение бизнеса. То есть, вы кого-то поглотите? Конечно. Мы сейчас это делаем. То есть, мы конкретно знаем, что касается корпоративного сегмента бизнеса, например, ну, слушайте, не так много бизнесменов в нашей стране. То есть, мы общаемся с этими, мы знаем очень многих людей. И общаясь с ними, мы примерно, конечно, понимаем, что, где, у кого, какие активы застрахованы. И в моем, например, плане, там нет вещей, знаете, таких умозрительных. Мы хотим прирасти, там, допустим, в корпоративном сегменте. У меня написано конкретно, что у кого я хочу забрать. Вот и все. И чей-то будет... Забрать, учитывая, что вы корпоративный рейдер, как вас называют... Застраховать. Да, как вас называют в Фейсбуке. Давайте будем внимательнее с терминами, потому что на нас смотрят, в том числе и ваши предположительные клиенты. Я, кстати, хочу сказать, после того, что я протестировал арсенал страхования сейчас на все цифры, точно гарантирую вам, перейду к вам страховаться. Потому что мне нужен активный страховщик, который будет, в том числе, подсказывать мне, как правильно действовать. То есть алгоритмы. Я об этом никогда не задумывался, но сегодня после рассказа Василия Хмельницкого подумал, что мне нужно поработать сейчас со страхованием. С вами точно буду работать. Возвращаемся. Математически. 150. Это ваше желание. Просто некоторые предприниматели, они так романтично настроены, они все время рисуют в голове миллиарды, миллионы. У вас же есть еще заемные средства. Правильно я понимаю? У нас? Нет. Вы работаете без кредита. Уже рассчитались. Мы когда заходили, то есть сейчас для того, чтобы зайти в страховой бизнес, нужно положить 100 миллионов, иначе можешь не заходить. Это я услышал, но вы меня уводите и не уведете от ответа на вопрос. 150, 2,5 миллиона выплат, 40% костов от 6 миллионов, 5% маржи. Вы с сегодняшними цифрами пытаетесь определить будущую стоимость компании. Когда станете первыми, вырастите. Естественно. То есть мы начали говорить о концентрации. Сейчас у первой пятерки игроков 60% рынка. Когда мы станем первыми, у нас рыночная доля возрастет раза в три от того, что есть у нас сейчас. Сейчас по разным видам она у нас колеблется от 10 до 15%. Поэтому наша рыночная доля возрастет. Есть еще один фактор, который связан с деятельностью иностранных игроков на рынке. Когда они заходили в Украину, они ничего лучшего не смогли придумать, кроме демпинга. То есть они убили рынок вообще. Окончать демпинга. То есть они заходили в рынок демпинг? Они заходили в рынок. Вы выдержали? Вы выдержали, потому что наши косты, они несравнимы, вообще никогда не будут сравнимы с костами иностранных компаний. То есть если ты хочешь бороться другими словами с иностранной компанией, у тебя должны быть максимально оптимизированы косты. Во-первых. Во-вторых, у нас есть огромнейшее ключевое преимущество. Мы акционеры, вовлечены в бизнес как топ-менеджмент. Принимаете мгновенное решение? Принимаем мгновенное решение, стоим денег, то есть я сейчас не как акционеры, как мы же работаем, то есть мы стоим таких же, допустим, денег, как стоят наши украинские менеджеры. Но у нас этих затрат нет, мы сами на этих позициях находим. На что мы рассчитываем? Мы рассчитываем на свою предпринимательскую прибыль от бизнеса, а не на эту зарплату. Сколько тратите в месяц? Вот ваша семья, вы вдвоем предприниматели, сколько тратите в месяц? Вот в деньгах. Лично вы имеете в виду? Да, вот личные траты какие. Вы сейчас говорите, мы рассчитываем на эти деньги, это наша зарплата, мы не смотрим за акционерным капиталом. 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов хватает, чтобы жить комфортно и... Ну да, я не считаю путешествий, потому что... А если считать путешествий? Ну если считать путешествия, наверное, побольше. Побольше это сколько? Мы не подведем вашу там налоговую декларацию? 15. 15. Что за путешествие для семьи из 4-х человек, по-моему, да? За 5 тысяч долларов? Куда вы ездите? Боюсь спросить, в Кирилловку? Нет, конечно, мы по миру ездим, любим смотреть. А куда вы ездите за 5 тысяч? Почему за 5 тысяч? Мы же не путешествуем каждый месяц. То есть мы путешествуем раза 4 в год. 4 школьных каникул, мы 4 раза путешествуем. Где были последние разы? На Шри-Ланке. Вообще мы не шикуем. Я, честно сказать, ждала Big Money в офис. Вот, я думала, что... Отправим к вам человека, который обязательно все доснимет. Вы чем-то хотите нас удивить там? Мы не шикуем, во-первых. У нас нет там золотых каких-то стен, кабинетов из... А у ваших конкурентов французов есть? У наших конкурентов французов их тоже нет, но у них есть намного круче вещь. У них есть, например, борт, где один только CEO, председатель правления, например, гражданин Бельгии, он, естественно, стоит несколько десятков тысяч долларов заработной платы, и его затрат, как и в спадах в Украине. Это, извините, у нас только стоит содержание всего нашего центрального офиса. Какой удачливый бельгиец. Предприниматели, которые потратят 60 минут на просмотр нашей замечательной передачи, которая мне лично очень понравилась и во многом я вдохновился, хотят какой-нибудь нематериальный бонус. Возможно, не знаю, бизнес-завтрак, менторство, возможность попрактиковаться в вашей компании, не знаю, получить какой-то тариф в вашей замечательной страховой компании. Все три опции предлагаю. Так, это... Все три опции. Будьте аккуратны в обещаниях, потому что в прошлый раз на бизнес-концентрате я, как сказать, под воздействием эмоций сказал, все, кто хотят, завтра приходите практиковаться, назвал адрес. В понедельник вы не представляете, что происходило у меня возле офиса. Это, в общем, я серьезно погорячился. Поэтому будьте внимательны. Ребята, цепки, с хорошими мозгами. Посмотрите, у нас хорошие будут там комментарии, интеллект высокий. Смотрят предприниматели, у нас не попса. Что им пообещайте? Будьте сейчас внимательны. Ну, я просто обосную. То есть, это, во-первых, три человека, правильно? Да. Три опции было. Вот тариф хороший мы всегда готовы дать, потому что вообще мое глубочайшее убеждение, когда мы компания молодая, то есть, у нас этот процесс вхождения на рынок, мы не расслабляемся. То есть, мы на рынок вошли. Но я говорю всегда в настоящем времени, то есть, мы входим на рынок, потому что мы всего лишь 6 лет, по сути, в этой команде. Так вот, я считаю, что то, что ты можешь... Основное правило успешности вхождения на рынок, это продукт, модель, персонал, и все это помноженное на немеркантильность жестов. К подаркам. К подаркам. К подаркам. Вот поэтому тариф мы всегда новому клиенту готовы дать. Мы... Супер. Даем. Есть второе 2 часа менторства. Даю 100%. И, конечно же, если кто-то хочет прийти попрактиковаться в компанию, двери открыты. Платить будете как положено, а не как исполняющим обязанностям. Правильно? Нет, платить будем за зарплату. Да, да. Единственное, человек должен быть определенного уровня, конечно. Мы заканчиваем. Мой вывод, женский бизнес или бизнес с женским лицом существует. Бывают красивые и умные женщины. Бывают красивые и умные женщины, которые являются успешными предпринимателями. Мне очень понравилась сегодняшняя передача. Я многое запишу для себя. Марина сейчас скажет пару слов подписчикам, которые их должны вдохновить так же, как меня вдохновило общение с ним. Друзья, мы, наверное, мы, я, мои партнеры, мы, наверное, яркий пример successful story по-украински. Поэтому мы желаем всем молодым предпринимателям стать успешными. А для этого нужно иметь визию, нужно иметь не только хорошую идею. Главное – исполнение этой идеи. Как говорит Евгений, дожимайте до последнего миллиметра, мочите конкурентов. Спасибо. Спасибо. Бигмани. Пойдемте, проведу вас.